Расим Далим, исходя из последних событий, как вы думаете, на сегодняшний день в чем заключаются эти сложности в отношениях Баку и Тегерана и в чем вы видите их причины? Теле, с самого первого дня по разношению независимости Азербайджанской республики реакция Ирана на это была, скажем так, настороженно негативной. Несмотря на то, что в Баку было консульство Ирана и как будто бы они могли иметь возможность сблизи наблюдать процесс неуклонного движения Азербайджана к независимости, Иран, уже когда мы разгласили свой государственный суверенитет, посол Ирана в Москве заявил, что Иран будет иметь дело с Азербайджаном через Москву. Хотя я еще раз повторю, у нее в Баку было дипломатическое представительство. Иран настороженно относился и к укреплению независимости Азербайджана. А тем более после того, как мы восстановили территориальную целостность и разгромили оккупантов лица армии, выбросили их с нашей территории. В общем, Иран очень сильно насторожился, что пример светского, успешного азербайджанского государства будет оказывать негативное влияние на сам Иран, который находится под контролем лиц со средневековой философией и представлением и о мире, и о собственном государстве, и о собственном населении. Вот попытки идеологического проникновения Ирана в Азербайджан была полностью отбита. И это тоже вызывает у мул, которые руководят Ираном, озлобленную реакцию по отношению к Азербайджану. С одной стороны, они призывают как будто бы весь исламский мир к солидарности и поддержке Ирана в борьбе за палестинское дело, в то время как на границах с Ираном армяне на протяжении более чем четверть века обдержали под оккупацией азербайджанские территории, уничтожали города и села, оскверняли религиозные бечети, значит, кладбище. И Иран к этому относился не то, что сквозь пальцы смотрел на это, а участвовал вместе с армянами в разграблении оккупированных азербайджанских территорий. И вот в этих условиях попытка читать лекции Азербайджану, говорить, что Азербайджан может и должен делать, а что не должен делать, конечно же, вызывает Баку полную отвергается и негативную реакцию, и это накладывает отпечаток на наши двухсторонние отношения. Баку всегда был сторонником прагматических добрососедских отношений с Ираном. Но никаких поучений, никаких попыток навязывать Азербайджану какую-то международную парадигму Баку никогда не принимал и принимать не намерен. Вот в последнее время мы сами опять же вновь убедились в том, что Иран не заинтересован в разрешении карабахского опроса в пользу Азербайджана. И в целом Тегеран не раз осуждал, конечно, армянскую агрессию против Азербайджана, но все это оставалось на бумаге. На деле же, как мы видим, Иран продолжал развивать и строить достаточно тесные отношения с Арменией. И скажите, вот как вы думаете, все-таки какая цель у иранской стороны пытаться создать напряжение на границе с Азербайджаном? Ну, цель простая. Они не хотят, чтобы через территорию Армении был бы проложен так называемый Зангизурский коридор. И они как бы против этого выступают и одновременно говорят Азербайджану, что давайте проложим этот коридор, но не коридор, а транспортные пути и железнодорожные. Шасанин там существует по иранскому берегу Араза. Ну, это, в общем, скажем так, очень смертная политика, но такая политика, к сожалению, скорее является правилом для поведения иранской правящей элиты, чем исключением. Они предлагают какое-то свое посредничество. Азербайджан абсолютно не нуждается в иранском посредничестве. И все переговоры по нормализации армяно-азербайджанских отношений, они идут вне иранского какого-то влияния. Ну, желает Пашинян информировать Иран о ходе этих переговоров? На здоровье пусть это делают. И обнимаются они с иранскими политиками, это тоже их дело. Но Азербайджан допускать Иран до своих отношений ни с Арменией, ни с каким-то этим государством не намерен. Он не делал это в прошлом и не собирается это делать в будущем. А выстраивать отношения с Ираном на прагматической основе, пожалуйста, в этом смысле двери Азербайджана открыть. Красиво, у нас также сегодня не может беспокоить и то негативное отношение, которое, как говорится, сейчас мы наблюдаем к азербайджанцам в Иране. И все-таки там наши соотечественники составляют значительную часть. Это 50 миллионов азербайджанцев. Скажите, что преследует в целом руководство Ирана с таким отношением? Телли, ну 50 немножко все же преувеличение. Во всяком случае, иранские официальные лица, в частности министр иностранных дел, будучи в Турции, в общем, обмолвился тем, что 40% населения Ирана тюркский язык родной. Ну, в общем, то есть речь идет о том, что это примерно 35-40 миллионов человек, которые живет на территории иранского государства. Для них родной язык тюркский. Ну, а если точнее, это азербайджанский тюркский язык. Ну, и если там есть школы для армян. Но почему-то вопросы образования для иранских азербайджанцев на родном языке, это проблема, которая не находит своего разрешения. И президент Ильхам Алиев уже не первый раз в Самарканде на саммите тюркских государств прямо призвал, что право тюрков, азербайджанских, туркмен, другие тюркские группы в Иране проживают и, ну, не очень большая почителя, но тем не менее, группа и казахских тюрков. Там есть, я еще раз повторяю, группы тюркских этносов, которые лишены права и возможности говорить на родном языке. И, ну, скажем, шовинисты, фарсы, заявляют о том, что, мол, тюркский язык в этом смысле это только бытовая лексика, на нем нет ни учебников, нет научной, нет административной, правовой лексики, философской лексики. Это ложь. Все учебники, вся научная, административная, правовая лексика, она давно существует в Азербайджане, в Турции. И вполне за очень короткие сроки на территории Ирана могут быть созданы не только школы, но и университеты с азербайджанским, тюркским языком обучения. Для них будут и книги, и научная лексика. И если будет необходимость научных и преподавательских кадров, которые будут использовать этот язык, есть неограниченные в этом смысле возможности для помощи со стороны и Турции, и Азербайджана. Была бы добрая воля и готовность уважать и обеспечивать культурные, языковые потребности почти половины населения Ирана, лишенного этого права. Расима, на ситуацию между Азербайджаном и Ираном, как мы знаем, очень сильно влияет армянский фактор. С учетом всех последних событий, которые происходят в Иране, иранские политические наблюдатели сейчас заявляют, что их страна изменится когда-то и не останется прежней. Что вы думаете по этому поводу? Ну, не изменится. Иран, конечно же, изменится. И мы видим, наблюдаем, какие серьезные процессы, протесты, которые идут внутри Ирана. Причем, вопреки тому, что пытаются заявлять иранские властители о том, что это воздействие изне, это ерунда. В тоталитарном обществе, каковым является Иран, они никакое внешнее, скажем, воздействие туда допустить не могут. Просто люди устали жить под средневековым гнетом и идеологическим, и политическим, когда, скажем, средства государства тратятся на бездумные внешне авантюристические подрывные действия на территории Сирии, Ирака, Ливана, Емена. И в стране, там, галлопирующая инфляция, достигающая чуть ли не 300% в год, люди не могут обеспечить свои элементарные потребности. И в это же время ради идеологических и абсолютно химерических целей правящей верхушки Ирана эти средства тратятся на различного рода авантюры и подрывные действия за пределами границы. И, ну, по последним данным, только за последнее время, значит, в Иране в ходе столкновения, и причем по, скажем, раскрученной спирали все это идет, больше 300 человек убито, среди них женщины, дети. И я думаю, что действующему режиму в Иране за это, за все перед собственным населением придется ответить. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Пожалуйста, Телли. Спасибо. Я напомню, напрямую с СССР-студию подключался Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Продолжение следует...